Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте! На связи Федор Васильев. Я к вам опять возвращаюсь с прогрессивным веб-приложением для Joomla. Ранее я уже записывал видео на эту тему. Но теперь для Joomla 4. Теперь у вас есть возможность загрузить мобильное приложение прямо на ваш сайт. То есть не надо разрабатывать никакие приложения, не надо связываться с Play Market, загружать его туда. Теперь пользователи смогут загружать прогрессивное мобильное веб-приложение прямо с вашего сайта. Как с мобильных устройств, так и с ПК. Давайте в этом видео посмотрим, что за плагин такой. На своем сайте fedorvasiliev.com в 2021 году, кто, может быть, видел, я уже освещал PWA – прогрессивное веб-приложение для Joomla, только для третьей версии. Вы спросите, а зачем же тогда? Сейчас я записываю еще один урок про такое же расширение. Ну, во-первых, это расширение было на Joomla 3. Во-вторых, другого разработчика. В-третьих, сейчас на Joomla 4 обозреваю прогрессивное веб-приложение. И оно немножко отличается от этого приложения. Ну и, соответственно, разработчик тоже другой. Итак, вот страница разработчика. Естественно, это платный плагин. Ссылки все вообще я оставляю всегда на своем сайте fedorvasiliev.com. Соответственно, на свою статью уже ссылку под этим видео. Сможете перейти на сайт и там все найти. Отличие этого расширения от предыдущего, которое я обозревал. Здесь сразу есть наличие русского языка, что приятно. То есть интерфейс на русском языке. И в остальном практически полностью работает так же, как и любое другое прогрессивное веб-приложение. Но здесь есть отличие. Некое, которое меня заинтересовало. Добавлять дополнительные ярлыки. Здесь вот на скриншоте видно. То есть когда приложение добавлено в ваш смартфон, на рабочий стол, то удерживая пальцем приложение, можно вызвать контекстное меню. И вот эти ссылки к контекстному меню вы можете задавать свои иконки, свои названия здесь и ссылки. Например, на внутренние страницы. Что для меня очень-очень интересно. Работает не во всех браузерах. Сначала давайте посмотрим. У меня Windows 10. И посмотрим сначала компьютерные версии, на каких браузерах работает. Первое. Это, конечно же, Chrome. Google Chrome. Вот мой тестовый сайт. Сейчас он открыт в Google Chrome. Как это выглядит в Google Chrome? Когда все установлено на сайт? У человека появляется вот здесь вот такая иконочка. При наведении даже, видите, написано. Установите приложение. Я назвал его Joomla 4. По нажатию на иконку, человек увидит вот такое окно и установить приложение, то есть на компьютер. Это такое же приложение, да, как вот, допустим, оно загружено в Play Market. Только его устанавливаете вы с сайта. Вам не надо заморачиваться с Play Market. И особенность этого приложения, то, что у человека, например, в какой-то момент, вот он установил приложение с вашего сайта, а потом у него нет интернета. С телефона зашел он, у него нет интернета. Или с компьютера нет интернета. В приложении он все равно сайт откроет без интернета. Да, обновления на сайте он не сможет увидеть, пока интернет не появится. То есть если в этот промежуток, пока у него не было интернета, на сайте появились какие-то новости, он их не увидит. Но в целом до того, как интернета у него не стало, все, что он открывал в приложении, все страницы, материалы, это он все увидит, конечно же. Вот что еще здесь хорошо, преимущество. Как это выглядит в браузере Яндекса? Вот такая иконочка. При наведении, видите, всплывает «Установите приложение». Выглядит это немножко иначе. Закрепленное окно, отдельное окно. Вы установили Joomla 4. Дальше автозапуск. Разные можно параметры выбрать и нажать «Хорошо». То есть это то же самое, просто в Яндексе, в браузере, это выглядит немного иначе. И это работает в браузере от самого Windows, Microsoft Edge. Как это выглядит? Вот такая вот иконочка. Приложение доступно. Нажимаем, всплывает окно и можем установить на ПК. Тестировал в браузере Opera в Mozilla Firefox. На ПК не работает, к сожалению, в этих браузерах. Еще есть такое, как Safari для iOS-систем. У меня нету iOS, этого браузера нет. Там тестировать я не могу, поэтому про это я ничего не знаю. В самом плагине, естественно, есть возможность загрузить иконку, чтобы это работало в iOS. Как это уже будет там работать, это надо проверять уже на iOS-системах. То есть это Apple-устройство и так далее. Давайте посмотрим теперь, как это на ПК. Если я нажму «Установить». Во-первых, у меня откроется такое вот окно, как будто бы браузер. То есть это мой сайт открывается в этом окне. Есть окно «Всплывает», приложение «Установлено», «Разрешить» разные моменты здесь можно нажать. Получается, вот отсюда, если он будет заходить, и если у вас интернета не будет, если вы будете заходить, то вы сможете попадать на сайт. Теперь, как это выглядит на компьютере. Значок закрепился у меня в панели задач в нижней части. Также и через поиск может появиться у вас значок. Вот он у меня «Juml 4» называется, то есть прямо вот здесь вот в приложениях. По клику по приложению вот так вот это открывается. То есть это мой сайт. Итак, теперь посмотрим мобильное устройство, как это здесь работает. В браузере Chrome, если я открою этот свой сайт, тестовый, смотрите, в липкой позиции внизу вы видите, прилипает установить веб-приложение. То есть оно так и будет низу маячить, пока человек там не установит. Когда он его установит, естественно, уведомлений показываться не будет. У меня Android, и на Android я проверял в браузере Opera, и в Яндекс.Браузере там, к сожалению, тоже не работает. Вот работает у меня в Chrome. Мозилла не установлена на смартфоне, не знаю. Насчет яблочных устройств тоже. У меня этих устройств нету, поэтому там у них свой браузер Safari, скорее всего. Работать там тоже должно, потому что есть настройки в плагине под яблочные устройства. Итак, как это с телефона выглядит? Я нажимаю пальцем на ссылку «Установить веб-приложение в нижней позиции». Вот так возникает окно. Вы видите значок «Это мой логотип», я туда загрузил. Joomel 4 — это название, я такое дал. Вы можете любое название также дать. Дальше я нажимаю «Установить». Установка приложения. И вот здесь шторку, если опустим, видите, написано, то есть у меня название «Школа Федора Васильева». Установка. Вот приложение установлено. И теперь, если я на сайте смотрю, обновлюсь, внизу исчезает у нас вот эта позиция с призывом установить приложение. Браузер закрываю. Итак, вот мое приложение с моим значком. То есть это такое же приложение, как любое другое, для удобства пользования моим пользователем. И если я на него нажимаю, загружается мой сайт. И вот так же через приложение вы сможете попасть на этот сайт без интернета. Допустим, интернет будет отключен. И что здесь мне понравилось в этом приложении? То есть если я удерживаю пальцем на значке приложения, возникает, видите, контекстное меню. И видите, моя иконочка, и рядом текст «Обо мне». Вы можете неограниченно добавить вложенных пунктов меню со своим названием, со своим значком. Если я нажму на пункт «Обо мне», у меня в приложении загрузится сайт, но не главная страница, а внутренняя страница, допустим, «Обо мне», которую я указал в плагине. Вот что здесь мне нравится в этом приложении. Удаляется легко, то есть удерживая пальцем значок приложения, здесь в контекстное меню вижу пункт «Удалить», «Удалить». Еще раз нажму «Удалить», «Подтвердить действие». Все. Приложение удалено со смартфона. Теперь давайте рассмотрим настройки. Устанавливается штатный плагин, как обычно. Он у меня уже установлен. Давайте зайдем внутрь и посмотрим все настройки. Первая вкладка «Плагин». Здесь у нас ничего нет. Дальше вкладка. Здесь у вас будет, по идее, стоять, автоматически подставляться ваш главный URL, главная страница, главный домен. Дальше здесь есть возможность подцепить UTM-метку. Если вы хотите отслеживать через какой-нибудь сервис по отслеживанию кликов, то у вас, по идее, вот эта UTM-метка «Search PWA» как раз она и будет вам показывать, что перешли по этой ссылке. Можете просто кликнуть вот на эту внизу ссылку и убедиться, что сайт открывается, главная страница с этой меткой. Здесь, то есть, никаких действий делать не надо. Следующая вкладка. Вы просто задаете название. Здесь вот читаете на русском описание, что не должно превышать там 16 символов и так далее. Я написал свой заголовок, потом имя. Вот это Joomla 4, оно будет как раз под логотипом в приложении, когда уже на смартфоне установлено у вашего клиента, зрителя вашего, чтобы вы понимали, что вот это будет под логотипом прям сразу видно. Описание не знаю, где видно, я его не увидел, где оно находится. Описание тоже добавляем. Следующая вкладка. Цветовая гамма. Цвет темы, фоновый цвет. Вот когда при загрузке через приложение открывается, вы, возможно, видели, когда с компьютера я открывал, у меня синим был цвет. Прежде чем сайт появился, был синий цвет. Цвета все можно менять здесь. Вот, например, цвет фона, подсказки iOS. То есть, для iOS устройств. Цвет текста подсказки. То есть, вот. Для Android цвет и так далее. Следующий, вот это важный очень шаг на самом деле. Здесь нужно загрузить значок в PNG и в каждое поле под разные устройства, под разные экраны, свой размер. И здесь вам будет написано, здесь 512 на 512 пикселей должен быть значок. 36, 48, и вот, смотрите, сколько их надо загрузить. И сейчас вам подскажу, как это быстро сделать. Вы создаете один значок. 512 на 512, например, где-нибудь на фотошопе. Дальше, то есть в формате PNG, с этим значком. Вы идете на специальный сервис, называется anfовикон-генератор.org. Загружаете вот сюда свой логотип 512 на 512. У вас здесь стоит точка создания значков для веб-приложений. Если не стоит, поставьте. И вот две галочки у меня тоже здесь стоит. Нажмете создать фавикон и сервис вам сгенерирует сам все эти размеры, которые указаны. Вы скачаете zip-архив на компьютер со всеми значками, со всеми размерами. На компьютере распакуйте этот архив. Потом пойдете на сайт и просто в нужные места загрузите нужные значки нужного размера. Причем иконки будут автоматом прописаны уже с размерами. Вот видите, 192 на 192, 48 на 48. Автоматически сервис прописал уже. Вам не придется заморачиваться, чтобы вы там, допустим, знали, какой же тут размер у меня. А тут все подписано уже. Учтите, если вы хотя бы одну иконку в одно поле неправильно загрузите или неверного размера, у вас не будет работать это приложение. Это важный момент. Вы должны соблюдать абсолютно все размеры. и должны в таком же размере в соответствующее поле загрузить каждый свой значок. Вот как у меня это выглядит. 192, 144, 96. Еще раз повторюсь. Все размеры за вас автоматически создаст этот сервис генератора Favicon. Вам нужно только одно изображение 512. Из этого изображения генератор сгенерирует сам все размеры. Следующее, ну, соответственно, это надо тоже использовать для яблочных Apple Touch устройств. Здесь я не включил, но это можно включить. И тогда здесь тоже на значке 180, 152. Вот они все. Загрузить сюда. Дальше. Генераторы ярлыков. Это вот как раз то, о чем я говорил, что вы можете добавить вложенные пункты меню, когда вы пальцем удерживаете на приложении, чтобы появились под пункты меню. Ну, вот как я буквально несколько секунд назад показывал. Вы здесь выберете «Да», потом нажмете «Плюс». Первый значок свой я загрузил 190 на 192. Здесь, кстати, указано, какой размер нужен. Причем здесь значки могут быть другие. То есть, допустим, под каждый пункт меню свой значок. Но главное, чтобы он был в формате ПНГ. И главное, чтобы он был 192 на 192. Имя «Обо мне». Дальше. Короткое имя «Поддержка». И здесь тоже можно подвязать UTM-метки. Я просто подставил перед вопросом внутреннюю ссылку на страницу блога. Вот так. А вот это уже идет UTM-метка. Если не хотите использовать UTM-метки, просто их вот так удаляйте и просто проставьте произвольно ссылки на внутренней странице. Если не только одна страница, смотрите, нажимаете «Плюс», добавляете вторую, третью, четвертую вложенную страницу к приложению. То есть, это очень крутая штука. Дальше. Предварительный загрузчик – это preloader. То есть, пока сайт загружается, будет такое колесико крутиться и цветом будет желтым затемняться. Вы, возможно, видели, когда я приложение открывал. Или загрузить свое изображение. Но я вам скажу такое. Если у вас сайт достаточно шусто открывается, не перегружен, вам preloader не надо включать. Только если сайт тяжелый, долго открывается, тогда здесь еще полезная фича в виде preloader. Всплывающее уведомление – это на самом деле интеграция с другим плагином, который называется Push Notification. То есть, это Push Уведомление. Это еще один платный плагин. Его надо устанавливать, настраивать и соединять с этим вот идентификатором. У этого разработчика этот плагин тоже имеется. Мы здесь не останавливаемся подробнее, потому что это уже обзор другого видео. То есть, эта вкладка просто есть для интеграции. Если вы не используете это, то вы сюда даже не смотрите. То есть, Push Уведомление – это значит, что вы еще сможете, если все здесь настроите, уведомлять с плывающими окнами, когда какие-то новости произошли на сайте. То есть, человек, если установил приложение к себе, он сможет увидеть всплывающее окно с новостью. То есть, призвать человека посетить сайт. То есть, поддерживать аудиторию, чтобы она не потеряла интерес к вашей деятельности и вовремя видела новый контент. Дальше. Исключение. Здесь есть возможность. Во-первых, будут показаны все ваши внутренние страницы вашего сайта. Возможность зажать Ctrl и исключить те страницы, на которых не будет работать это приложение. Следующая вкладка – вкладка «Отладки». Здесь будет вставить «Да». Вы обязательно уже на рабочем сайте поставите «Нет». И вот это тоже вы выставите «Нет». И здесь есть возможность загрузить пользовательский CSS. Но для этого надо уже владеть языком программирования, уметь писать CSS. Пользовательский JavaScript. И пользовательский JavaScript. Вот еще одного варианта. Здесь сюда и не нужно касаться в принципе. Это только какая-то, если доработка идет, доработка этого плагина. Вот они все настройки. Вроде все рассказал. Надеюсь, вам все было понятно. Вас плагин заинтересовал. Если у вас есть какие-то вопросы и комментарии под видео, мне будет интересно посмотреть, что вы думаете об этом расширении для Joomla 4. Я с вами не прощаюсь. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok